Музыка До сих пор 26% населения нашей страны живет в сельской местности. Как и всем нам, им нужны работа, школы, больницы, дороги и нужны магазины. Вопрос снабжения всех, даже самых удаленных деревень, продуктами первой необходимости, в свое время был решен в нашей стране с помощью системы потребительской кооперации. Мало кто теперь знает, что с помощью кооперации в нашей стране выполнялись многие правительственные программы. Продовольственная, жилищно-строительная, программа по возрождению российской деревни, между прочим. По своей сути, потребка и кооперация – это предпринимательство в виде производственных и промысловых артелей. Не контора «купи-продай», а сообщество людей, предлагающих городу то, что сами они и производят. Огромное сообщество, выдающее своим членам суды, имеющее собственные санатории, дома отдыха, свои школы, техникумы, институты. К 1991 году на долю потребительской кооперации приходилось почти 30% розничного товарооборота страны, а на селе – все 80%. В кооперативах трудилось 3 миллиона человек, а в число пайщиков входило более 25 миллионов. Да, потребка и операция кормила этих людей, но главной ее задачей было удержать сельские территории, сохранить сельский уклад. И самое удивительное, что осколки потребкой операции встречаются и по сей день. У нас как было 4 отрасли, так и 4 отрасли мы оставили – это производство, торговля, общественное питание и заготовительную деятельность. Ну, заготовка – это получается вот только макулатура, да, у вас? Макулатура, утиль. Ну, что вот, а больше-то чего? Раньше пушнину заготовили, сейчас куда ее? Никто не сдастся и никто, не знаю, охотников-то заготавливать, если она пушнина-то вообще. Заготавливали не только пушнину. Магазины райпо становились пунктами приема всех даров местных огородов и лесов, которые затем отправлялись на городские прилавки. Так взаимовыгодно для города и деревни решался вопрос продовольственной безопасности страны. Уважай-то, как картошки в этом году? Ну, они хорошие. Сами себя кормите, да? А кто нас кормит? Александра Кирилловна всю жизнь проработала в школе. Ей 68. Пенсионерка и по старым, и по новомодным понятиям. Она помнит времена, когда картошка шла не только в собственный погреб. У нас вот этот полностью был огород вот до забора засаженный, и вот напротив еще огород, и мы полностью засаживали картошкой. И все это мы копали, сдавали, была заготовка. А и сейчас вроде нет, и люди-то стали помалово садить. Ну, а выгодно это было? То есть что там можно было на эту денежку-то потом купить? Опа, на ту-то денежку можно было очень много что купить. Эта нынешняя денежка-то она никуда не годная, как говорится. Я помню, сдавали мясо за год в контору. Я там 10 лет проработала главную. В мясо сдавали они по рубль 80, а по два еще получили от государства. И все им у него выгодно было. Раньше я даже по себе знаю, заработная плата была, например, 100 рублей, да? Картошку мы сдавали, вот даже при небольшом огороде на 500 рублей. 100 рублей зарплата, 500 рублей. На 500 рублей ты потом что-то можешь спланировать. Такие приятные бонусы в виде практически полугодовой зарплаты позволяли деревенским иметь то, что немногим городским было по карману. Конечно же, это удерживало людей на местах. Мы мотоцикл купили тоже через Райпо. Значит, сначала из Юпитер, потом Урал. Это подспорье было большое, вот заготовки, очень большое. Потребка операции набрала запас прочности, который вытянул деревню из пропасти 90-х. Ну, сами знаете, 90-е годы были безденежные. Не платили по три месяца ни зарплаты, ни пенсии тем более. И они выживали за счет сельпо, за счет наших магазинов. Поедешь на ревизию, там под 100 тысяч, не недостача, это люди столько брали продуктов, питались. Вот только за счет сельпо и выжили. Мощь потребка операции теперь только воспоминания. Если раньше правительство создавало условия для жизни всех граждан страны, теперь оно создает их только для бизнеса. Крупного преимущественно. Потребка операции к таковому не относится. Задачи у нее другие. В 6 часов у нас хлебовозная машина начинает забруску и уходит на километраж 80-90 километров. Везем все равно по несколько блочек. Даже бывают некоторые магазины по 20 штучек, но мы везем. Некоммерческий подход, согласитесь. Частник на такое никогда не пойдет. Навару нету. А тут сама суть иная. Это свой хлеб, сделанный на своем комбинате, построенном на деньги и усилиями райпо. И везут этот хлеб своим же пайщикам. Хлебокомбинату шалинского райпо 47 лет. И оборудование в основном немногим моложе. Справляется оборудование? Как на нем работает? Пока справляется. Ну, и ломается, и справляется. Шалинский пряник – местная знаменитость. Его и приезжие коробками с собой увозят в качестве съедобного сувенира. И на ярмарках он постоянный победитель. Рецептура у нас свои. Как бы мы работаем еще без химии, без улучшителей. Работаем чисто по старым технологиям еще. По старым, по советским ГОСТам? По советским, по старым ГОСТам, на сахарных сиропах и без улучшителей. В этом и секрет. Поэтому вкусный пряник у нас. Надо сказать, что и хлеб у шалинского райпо городской не чета. Все по тем же причинам. Настоящий он здесь. Еще райпо производит лимонады и бутилированную питьевую воду. Естественно, это не вся продукция магазинов-кооператива. Продают то, что требуется. От парфюмерии до гвоздей. Возможности выехать в другой поселок за продуктами, за вещами, за какими-то, абсолютно нет. Не у всех есть машины, чтобы сесть и поехать. То есть какие-то мелочевки, они здесь. Заказывают в этот магазин и строительные материалы, и что-то другое. Все привозится сюда, все здесь покупается. То есть благодаря этим полноценная жизнь идет у населения. Татьяна приезжает в село Симонята в гости к маме. Изнутри знает местную жизнь, которая вся держится за магазин райпо. Живет здесь около сотни человек. Зимой и того меньше. Медпункта нет, его закрыли. В Платоново ездим. Есть магазин, есть частный магазин, есть ильповский магазин. Вот и вся тебе культурная жизнь вокруг магазинов частного и райповского, в которые, кроме товара, привозят еще и пенсию. Люди общаются, все новости, как говорится, все проблемы решают там. События сходить. Да, так некуда больше идти, некуда, некуда больше идти, это на самом деле. Тут нужно сказать, что магазин этот райпо держит себе в убыток. И вопрос о его закрытии встает в последнее время все чаще. Не может больше райпо тянуть убыточные магазины. А сможет ли заменить их частник – вопрос жизненно важный. Там цены-то примерно одинаковые? Я не скажу, я думаю, что, наверное, да. Но если закроют магазин, само собой, представляете, один источник продуктов, оно повлекет за собой последствия совсем цены, я думаю, что вырастут. Но дело не только в ценах. Сам подход по требке операции к делу несколько отличается от частно-предпринимательского. Потому что ассортимент в этом магазине намного больше. Все, что необходимое в этом магазине есть. Но еще можно заказать что-то. То есть, если они придумал кто-то строиться, там, ну, даже мебель заказывают и привозят. Не каждый частник на себя возьмет эту функцию под заказ привезти. Если уйдет магазин, потухнет деревня. Сеть шалинского райпо составляют 35 магазинов, 25 из которых расположены в удаленных деревнях. Восемь вынуждены были закрыть за последние три года. Закрыть, как ни крути, вынудило само наше с вами государство. Очень много средств расходуется на исполнение федеральных законов. Это, например, приобретение оборудования для автоматизации магазинов. Если частникам даже там при приобретении кассового аппарата даже возмещается, чуть ли не 17 тысяч кассов, то у нас это нам никто не возмещает. И все деньги, миллионы идут на приобретение вот этого оборудования. Это компьютер, всякие там аппаратура, чтобы поддерживать интернет. Понятное дело, что провести автоматизацию в деревне, где и сотовая связь не всегда работает, и свет частенько отключают, дело не копеечное. Но самое интересное, что государство принуждает к этому райпо, даже не имея своего коммерческого интереса. Налоги мы платим с площади. На нас это вообще не влияет. Мы ничего не скрываем. Есть там кассовый аппарат, нет там кассовый аппарат. Мы налог платим в одной цифре. Надо все-таки скидку силу делать. Но не обязательно это. Это надо работать. Это решал, что работодатель. Это для него в первую очередь надо. Почему он навязывает это? О чем заботится правительство о сохранении деревни или об интересах поставщиков торгового оборудования, понять несложно. Ну, жители-то, конечно, все обращены, что не будет хватать магазина, туда и хлеба, прайковского нашего, пряников не будет хватать. Те же самые промышленная группа была. Гвоздики, шурупчики, за каждым гвоздиком ехать завшали теперь. Многие зажалеют об этом. Этот магазин закрывается после проверки Роспотребнадзора. Претензия заключается в том, что товар выгружается в ту же дверь, что и покупатели заходят. Требуют построить склад с отдельным входом. Оборот магазина – 100 тысяч рублей в год. Комментарии излишни, как говорится. И после проверки штраф на этот магазин, около 300 тысяч, организация должна заплатить. Штраф должна заплатить и Светлана Шаповалова. Пять тысяч из собственного кармана. А вы-то куда теперь? В доме сидеть буду. Работы нету, да, больше? Так в моем-то возрасте уже из два лет устроились. На пенсии уже год как. Формально проверка Роспотребнадзора основана на законных требованиях к работодателю. Но без учета специфики работы деревенских магазинов, жизни деревни в целом, действия Роспотребнадзора – по сути действия палача. Но это еще мелочь. Главное, что убьет в конце концов потребка и операцию – торговые сети. Они у нас давно начали появляться. Но вот в этом году у нас шли еще много сразу. В район зашло три монетки. Пятерочка. И доброценно. Ну, красное, белое – это оно работает. Объемы мы не можем выдержать. Объемы прошлого года. В общем, 80% у нас идет оборот в прошлом году. Потеряли много. Сейчас у нас идет убыток. Нам не перекрыть в этом году. А ведь сети идут только в крупные поселения. Удаленные деревни им коммерчески неинтересны. И для деревень этих магазины райпо – последний оплот цивилизации. У нас правительством так больницы закрывают, школы закрывают. В деревнях. Да и у нас в Шале-то. Население большое тоже все прикрывает. Все перевозят в Первоуральск, да, еще куда-нибудь. Не мудрено, что люди соответственно себя и чувствуют. Что их грабят. Несмотря на бесконечные заверения и бодрые рапорты с телеэкранов. Все у нас как-то все прекрасно, все хорошо. А люди живут плохо. Нищенские. Где-то по стране, там, 40, что ли, 2000 или по области средняя заработная плата. У нас нет такой заработной платы нигде. Вот знаете, все передают. Значит, газ – это народное достояние. И где оно, народное достояние, просто уже сил нет. Знаете, мне просто стыдно встречаться с ветеранами. Целый год пенсионерка-одиночка копит деньги, чтобы купить дров. Целый год. Если 13, а то и меньше пенсия. Если кубометр дров стоит 1400 рублей, а на сезон нужно около 30 кубов, понятно, что это гигантская нагрузка для любого деревенского кармана. У нас как начнутся выборы, придут эти депутаты, там, такие, московские, шаринские, еще какие-то. Как выборы, так это про газ. Выборы закончили, про газ забыли. Но газ не так далеко. Газ вообще здесь нужно. Здесь очень холодно, это же Урал. Вот у нас в конторе, я сижу в шубе здесь. Вот я боюсь, когда отопление начинает, сразу убытки начинаются. Это же отапливается надо. Как мы не включим кочегарку, все, на зарплату людям денег не хватает. Нам никто не помогает. Деньги нам ниоткуда не поступают вообще абсолютно. Мы зарабатываем чисто сами. Что заработали, как говорится, то и наши. Раньше были, было, возмещали свыше 11 километров. Если мы возим продукты свыше 11 километров от центра, сейчас никто нам не возмещает. Потому что считают, что дотационные регионы никто денег на это не дает. Хотя Райпой переживает тяжелые времена, никто здесь не торопится экономить на социальной помощи работникам, бывшим и нынешним. Хотя могли бы. Куда потратить заработанное, здесь решают на ежегодных отчетных собраниях. Здравствуйте. Я закаленный потребко-оператор. И всегда я все беру в своих почти магазинах. У них, мне кажется, проверки больше, чем в тех магазинах. У них лучший товар. Помощь ветеранам потребко-операции далеко не единственное, что делает Райпо для своих работников. Мы организуем всякие мероприятия, отдых, досуг, делаем корпоративы, выделяем материальную помощь и на лечение. И, значит, путевки оплачиваем, ну, не в полном объеме, конечно, не 100%, но 50% Райпо оплачивает. Жизнь Райпо идет своим чередом. Вместе работают, вместе отдыхают, вместе сидят на отчетных собраниях. Нигде больше не найти такого работодателя, который перед собственными работниками отчитывается. Сейчас в Шалинском Райпо работают 260 человек. Каждый из них – пайщик. Как распорядиться дивидендами, решают опять-таки сообща. На собрании у полномоченных. Как правило, в собрании у полномоченных проблем много. Они направляют деньги, чтобы мы на кассу выполнили. На кассу, например, где-то купить холодильник дополнительно, сделать крышу, где-то там течет. Может, потому и держится до сих пор на плаву Шалинское Райпо, что работники думают об общем деле, а не в карман себе тащат. Но и в карман, конечно, тоже попадает. У нас существует 13-я зарплата. До 2018 года у нас это все платилось, конечно. Не знаю сейчас, как вот за 2018 будет или не будет еще, как бы это по итогам года будет понятно, как мы сработаем за год. Сработают-то они на отлично, сомневаться не приходится. Как еще могут сработать люди, для которых это единственное место работы? Другой здесь просто нет. Но вопрос, выживет ли потребка операция в принципе, зависит далеко не только от их стараний. Мы верим Путина, не надеемся на него. И мы от всей души за него голосовали, но все-таки надо на село обратить внимание. Вера эта и есть ключ к разгадке. Если официально нам заявили, что будущее за раздуванием мегаполисов и созданием крупных сельскохозяйственных корпораций, то о каком будущем потребкой операции и деревне в целом может идти речь? Они коммерчески невыгодны и потому не нужны. Вот только вопрос, с людьми-то что делать? Вообще вот так уж, интересует это нас только. Больше никого не интересует. Потому что мы встречаемся с людьми, перед ними отчитываясь, нам их просто жалко. А там никто перед ними, никто не отчитывается уже. Забыли про отчет. Ну главы администрации там еще придут, как мальчики для битья их там тоже. А что они сделают? Законодательство какое-то для села надо такое принимать. Где-то деньги находить, но... В разные времена вопросы с законодательством и поиском финансов для села решались с разной степенью эффективности. Но, пожалуй, впервые в истории России власть не только не заботится о российской глубинке, но и планомерно выживает людей из родных мест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова